Так, готов. Вы меня снимать будете? Зачем? Я паспорт на всякий случай решил показать, чтобы вы знали, с кем разговариваете. Угу. Мы вас спросят, что скажут, с кем разговаривать. Конечно, конечно. Вообще меня Юрий Маслихов прислал. Давайте присаживайтесь тут. Получается. Сказал, вы мне все расскажете. Как погромче, так и говорите. Я говорю, меня Юра Маслихов послал. Знаете, может быть, такого? Вот, занимаюсь. Он сказал, я не в курсе, какие у вас там проблемы. Сказал, что вы мне все расскажете. Хорошо, спрашивайте. Ну, что-то у вас в Потеряевке там какие-то проблемы. Да, поселок Потеряевка. Кольщинска все советы. Какое сегодня число? 15-е. 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 16-�. 16-е. 27-пе. 90 лет уже почти. 90 лет уже почти. Да почему? 78. У меня тоже 10 июня. Да, 39. И у меня 10 тоже день рождения. У меня родная сестренка родилась. Ровно на 20 лет тоже 10. Где работаете? Я пенсионер, я работаю. Номер телефона вот, по которому я вам звонил. По которому я звонил 8 961 230 70 60. И стационар у меня 26. Нет, достаточно. Рассказывайте, что у вас там случилось в Потеряевке? Ну, Потеряевка это поселок православный. Он зарегистрирован в краевом отделе юстиции. У нее особый устав есть. Это краевой отдел юстиции. Там находится. 27 лет. Ну, мы строим поселение на христианских, православных, старинных, благочестивых обычаях. Это в уставе записано так. Нигде не нарушая правила Конституции Российской Федерации. То есть мы в это вписываемся. И вот к нам приехал человек. Он со мной познакомился по интернету с Украиной. Он туда в Потеряевку приехал. Да, в Потеряевку. Мы по интернету. Я там писал и показал. Первая встреча там ссылка идет. Можно смотреть. Ролики там указаны. Ну, все нормально. Ему 40 лет, наверное. Ну, очень хороший человек. То есть, как он себя показал. Со всеми хорошие отношения. Ну, все подошло. Он к крещению у нас принял. Православный. Отец Аким, это брат мой священник. У нас там храм. Вот начальник уголовного розыска вашей. Не раз тут был у нас Митилёк тогда глава администрации. Ну, ничего нет. Все нормально. И нынче, вот в январе месяце, как такое есть выражение, взбесился. Кто, вот этот украинец? Да. Мы не знали. Он говорил. У нас написано, поселиться может кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Поселиться любой может. У нас правило. Мы говорим, тебе будет трудно здесь. Курить нельзя. Мы все время будем делать замечания. Наш устав в кривом отделе юстиции. Но это хорошо. Учителя верующие. Он еще в начале января причастился. Человек, который причащается, православная церковь, это уже член. И вдруг, неделя только пришла, он начал. Он в начале приехал. Одна была странность. Он верит, что земля не шара, а плоская. Вот такая вот, как столешница. Ну, это только делов там. Зиповская или какая-то. Вот. А тут он сразу. ИНН. Чип. Поэтому это антихрист. Власть антихриста. То есть, вся власть, которая у нас здесь, в Российской Федерации, власть антихриста. Ее законы не надо исполнять. Никаких регистраций. Он не зарегистрировано. Обещал, что осенью он поедет там на Украину. Ну, как положено там. Потом здесь вот подаст заявление. Вот у нас один уже два года есть. В Потеряевке. И он только вчера приехал из Мамонтово. Там вызывает их и пометку делает им. Ну, чтобы граждан все принять. То есть, два года, все нормально. Этот нет. Я демонстративно сжигает паспорт. Он живет в контейнере. Контейнер привез, а в контейнер живет там. И показывает, что это вот, видишь, это сатанинское все. Это надо все уничтожать. То есть, не как власть антихристова. Вот это вместе с угловой церковь. Вся православная с патриархом Кириллом. Еретики. Мы еретики. Ну, даже не это. Мы бы ладно это. Но регистрации нету. Землю получать как? А он уже начал строиться. Суть вот в чем. Когда начнется, это не может скрываться бесконечно. Нам скажут, у нас староста выбранный, священник. Вы на что смотрели-то? Нам нужно так. Вы скажете, все нормально. Нам этого документа достаточно будет. Если нормально, чтобы он получил регистрацию. Мы его не выгоняем, ничего. Он хороший человек, еще раз повторяю. Он трудяга. Он приехал, инструмент, сварочный. Деревья огромные были. Один повалил. Деревья там мешали строиться где-то. Нам нужно, чтобы вы вот как-то это сделали. С ним или как поговорили. Потому что, ну, везде. Получаешь, он узнал, батюшка, а вот у вас что, храм теперь регистрированный? Да. Ну, земельный комитет, кадастры приезжали здесь. И, наверное, задали. Батюшка говорит, ну, конечно. Нет, я понял. А к нему, получается, какие претензии-то? К нему, вот как к человеку, никаких нету. Но к нам от власти будет огромная претензия. Человек без гражданства, без регистрации, без прописки у вас живет. Ладно это? Ну, я понял. И, получается, надо с ним, вы хотите, чтобы вы решали вопрос. Решить вопрос, и пусть он живет, и строится, и дальше как. И помогать ему будут. Но он ни под каким видом не хочет ни один документ принимать. Это ни в одном государстве такого нет. То, что учет идет, мы говорим, а как же у тебя ездишь, что права-то? Там же тоже, наверное, разные там номера есть. По телефону разговариваешь, он это не слышит. Сегодня ролик только ночью выставил. Игнатий Лапкин. Еретик. Ну, только делал еретик да еретик. Но к нам приезжает митрополит Сергий Алтайский, Барнаульский. У нас служит. На день деревни и прочее. То есть мы православные. Нас ничто не разделяет. А он так. Это патриарх. Антихрист, масон. Все мы никто. Но это его дело. Получается, вы хотите, чтобы мы решили с ним вопрос о его регистрации? Только об этом речь. Если нет регистрации, и скажете, можно жить. Дайте нам документ, что ему разрешено жить, чтобы нас не обвиняли. Что мы скрыли человека без гражданства, без прописки, без регистрации. Мы открыли. Он обманул нас. Сказал, поедет оформлять это все. А не поехал. И теперь, получается, мы ответственны. Мы очень много положили потерявку, чтобы так просто. У нас хорошие отношения с властью, с районной, с краевой. Нам зачем это? Нам нужно, чтобы вы проверили и дали нам, чтобы все нормально. Мы ему разрешаем жить без гражданства, без регистрации. А если нет, пускай получит. Нам не надо, чтобы его трогали. Не надо его трогать. Все. Ладно, я понял. Получается, кем вы там являетесь в Потеряевке? Я? Да. Ну, я здесь живу, как сказать. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Сейчас лагерь закрытый. Нет, я понял. А вот именно в Потеряевке? В Потеряевке в данный момент я почетный житель. Я в Барнауле живу. Специально собрание прошло, почетный житель Потеряевки. Уполномоченных адаптация перед органами. У меня документ есть. Я иду в краевую, прокуратуру и везде, как полномочный представитель. То есть представителем являетесь? Да, являетесь полномочным документом. У нас там староста выбрано, комитет и все это с печатями. Ну, все, как положено это сделано. А как вы получаете? Полномоченный представитель села, да? Как? Полномоченный представитель села, да? По поселку. По поселку Потеряевку. В общем, собранием меня на это избрали. Потому что когда ходатайствовали, регистрация была трудно. А я тут 32 раза только в краевой прокуратуре был. Тут был Параскун тогда был. Все помогали. И теперь у нас все наладилось. Корченские не давали землю. Пасли прямо внутри деревни-то. Ну, нельзя жить. Земли выделены, а чужие люди живут. И, наконец, их отодвинули от нас. Пастухов. За 6 километров. Этот человек, чтобы получил регистрацию. А если без регистрации, дайте нам справку, что так положено. Чтобы нас не обвиняли. То есть вы его не хотите выгонять просто, чтобы все было официально? Да. Чтобы к нам претензий не было. У нас хорошие отношения с властью. Мы молимся за власти. За Путина, за Медведя, за всех мы молимся. Это наша обязанность. А то, что он говорит, что вся власть... Когда он к вам приехал? Ну, когда он приехал? Два года уж теперь, наверное. Меньше? Ну, чуть меньше, да. Ну, примерно. Около двух лет. Около двух лет можно написать. Так. В прошлом году он приехал-то не в 18-м, а в 16-м приехал-то. Летом где-то он... Он поздно осенью приехал уже? Нет. Он на крещение-то как попал бы? Так он... Нет. Со своими стройматериалами-то он уже поздно. А, ну так он уезжал и приезжал. Ну, первый раз. Об этом вещь идет. Как у него фамилия? Малыш. Так и фамилия есть Малыш? Да. Фамилия Малыш. Ага. Ну, нам паспорта никому не дают, чтобы... У нас все заносятся посетители. Все жители заносятся. Все, кто бы не был. Я понял. Приехал замглавы администрации города, края, мы все записываем. Епископ приехал, его записали. Он не дает паспорта. Он никому не подчиняется. Роман. Как его... Юрьевич. Юрьевич. Так, ну вы, получается, его приняли, получается... Ну, да. Главное, это моя вина. Потому что в лагерь он приехал. И все регистрируется. Но лагерь был закрыт. И мы не знаем, где эта книга. И получилось, что никто не знает. Дайте паспорт, он не дает. Батюшка от собрания пошла. Нет, я понял. А когда он приехал, вы его не записывали? Он не давал ни паспорта, ничего? Или как изначально? Понимаете, мы стоим... Все записываются. И поэтому, судя по нашим предыдущим... Мы должны были записать его. Но журнала нету. Лагерь был ликвидирован. А где журнал-то этот? А? Нет, я понял. А вот вы куда вот их всех записываете? А сейчас журналы-то где вы все... Ну, закрыли, мог это в архив или куда сдали-то. Мы лагерь этот ликвидировали. Роспотребнаторный нас насел. Мы не можем выполнить, там мраморно сделать. И я начальник-основатель лагеря. 45 лет он был. Не, я понял. Вот он к вам приехал. Вы его должны там где-то записать. Должны были, но уверенность именно, что записали. Потому что народу приехало много на крещение. И, может быть, даже упустили. То есть могли не записать? Вполне. Но вина, главное, моя. Потому что я начальник лагеря. Я обязан был просмотреть за работниками, записали или нет. Вина, главное, моя, что деревенские старосты доверились мне. Они думают, что у меня записано. И они даже не потребовали с него документа. Оказалось, нигде нет. Ладно. Смысл такой. Получается, он к вам приехал. Вы, ладно, не записали. Но вы все равно, как бы, он, показалось, проявил себя как хороший человек. Очень хороший. Вы его приняли. Конечно. В лагерь или как его справились? Он везде помогал. Пруды восстанавливают. Ему замены нет. То есть, пятерка с плюсом. И вот в январе он как с ума сошел. И теперь он и батюшка, и все это, власть антихристова. Подождите, минуточку. Вот как мы должны это сделать? Сейчас, подождите, минуточку. Хорошо, что это? Так. Кхм-кхм. Кхм-кхм. ГОВОРИТ ПО-ıy Swedish! Продолжение следует... 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 Давайте я вам прочитаю. Давайте я вам прочитаю. Давайте я вам прочитаю. Я допишу, конечно, обязательно. Обязательно, чтобы вам не было претензий. Полно отобразите. А то и к вам, как сотруднику, могут претензии быть. ФСБ этим занялось. Это государственный вопрос-то. Это все он в ролике у нас заснято, он говорит. Ему нельзя отречься никак. Что в Российской Федерации вся власть антихристова. Никаких документов получать нельзя. В этом вся суть. Антихристова незаконная власть. Напишу, что не антихристова. Я имею в виду, что антихристова у меня не поймут, если я так напишу. Напишите, скажи, антихристова, то есть безбожная, погибельная. Вот это более правильно. Антихристова слово записать надо, это его слово. Как это нельзя? Всякая власть от Бога, а не от антихриста. И получается он распространяет, да? Конечно, в этом-то вся суть. Ему разрешат здесь официально, чтобы был предупрежден. Этого нельзя делать. Травить против власти, против церкви, это сами понимаете. Патриарх рядом с Путиным молится в храме стоит. Мы кто такие? Враги отечества, получается? Срам один. Получается отправить в сети интернета среди жителей села. Да, мало того и по интернету, что эту землю Российская Федерация незаконно занимает. Вы понимаете, как далеко это все это идет-то? Никакой Донбасс тут уже не поможет нам. Сейчас пишет видео специально, заслали к вам в интернете. Хорошо подготовила там местные органы, какие власти Украины, строить здесь Майдан. Так что эти обвинения проверить. Очень сильно уже похоже делается. У нас его телефон есть, так что можете записать потом. Я запишу. Я запишу. Так, дописал. Также сообщаю, что Малыш Рью высказывает мысли, что в Российской Федерации вся власть является антихристной и незаконной, что какие-либо документы не нужны. Не нужны. Он говорит, ему нельзя отречься, потому что он прямо здесь. Это абсолютно другой человек в январе. Вот еще в начале января он был, какой приехал. Я понял. Сегодня он, ну даже нельзя придумать что. И отовсюду там люди везде, да мы за тебя, да мы этих там это то другое. То есть натравливают против. А он говорит опять, что мы на него натравливаем. Ну естественно, а как мы его натравим? Бан сидит в этом в контейнере. Его никто и не знает даже по неделе. Извините. Какие отношения хорошие испортить? Это вообще. Можно отвечать, да? Да. Я. Пожай его. Вы им скажите, где вы находитесь? Да, вот только-только зашли разыскные материалы. Смотрите, разыскное дело еще не заведено. Оно будет заведено завтра. Обязательно, обязательно скинем. Да понятно, 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 обязательно скину. Ну только-то черные кури пока поедем там, где посмотреть у это, у родственников и так далее. План мероприятий будет разработан в любом случае. Ваш документ дайте я запишу. С московской области просто звонили. Какое у вас удостоверение там что-нибудь? Положите сюда, я спешу, чтобы видео было. Харченко, Павел Николаевич. Да, Харченко, сейчас, на виточку. Павел Николаевич. Там что еще написано? Оперуполномоченный. Номер нужно записать? Скажите номер телефона, по которому связаться можно с ним? У меня есть или нет? Сейчас я посмотрю. Подожди, а то, может, у Володи весь. Малыш, вот она, запишите. Мы очень боимся, как бы какой беды он не сделал, успокоить его, его никто не хочет выселять. Вот он, мало ли еще, человек один. Так же сообщаю, что Малыш Рью высказывает мысль, что Российской Федерации вся власть является антихристной, незаконной и что какие-либо документы не нужны. Распространяет данные идеи в сети интернет и среди жителей села. Высказывает идею о том, что правительство Российской Федерации занимает территорию, на которой располагается незаконно. Сообщая его номер телефона, по которой с ним можно связаться. Так, где расписаться? С моих слов записано верно? Верно. Верно. Мной прочитано. Нет, я не читал, вы мне сказали. Я вам прочитал же, да? Это считается, как сам прочитал. Или сказать, мне прочитали. Я согласен. Слушай, давайте запишем. Вы можете сами прочитать. Я не вижу. Либо если вы не верите, что я кого-то обманул. Нет, нет. Подождите. Через лупу посмотрим. Через лупу посмотрим сейчас. Нет, пожалуйста. А у вас там тут около машины стоит? А это водитель. Ждет. Так, маленечко. С этой стороны. Вот тут. Развешился. Слово вопрос два раза записано. Ничего страшного. Не может, а не хочет. Он может быть. Тут одно слово. Не может. Каждый хочет. Не хочет. То есть, мы же не можем сказать не может. Нас неправда абсолютно не допускается. Ну, я, может, это сразу не заметил. Сейчас я прочитаю. Не хочет. Ну, какие документы. Паспорт даже показать не хочет. Вот. Вот это я вот тоже. Вот это неправильно я. Написать мы, жители от поселок Потеряевка. Это не лично я это говорю. Слово мы. Там собрание. Прямо на собрание там все идет. Законное собрание. И там заявление, которое давали. Там показан даже этот ролик. Считаем необходимое слово. Считаю. Наем. Подставьте, пожалуйста. Считаем. Вот так, чтобы у нас потом не было недоразумения. Чтобы все жители без исключения находились. Вот нам по данному вопросу. Не было каких-либо претензий. Это наивысшее для нас. Также сообщаю, что Малыш. Сказана мысль, что в Российской Федерации вся власть является антихристом. Незаконной. И что какие-либо документы не нужны. Распространяют данные идеи. Сети интернет и жители села. Скажется идея о том, что не только правительство. Вся Россия неправильное место занимает. Незаконно. Видимо, законно, чтобы Украина была. Россия занимает территорию, на которой расположена. Такой у нас. Номер телефона. Которому. Ну все. Моих слов записано ярко. Расписатель. И мной прочитано? Прочитано. Так верно. Мною прочитано. Ага. И подпись. И подпись. Да. Подпись. Число здесь указано? Число. Да. Вот пожалуйста. Визитку дайте. Минуточку. Оставьте на всякий случай. Визитка или простая визитка. Понимаете? Это огромный, огромный у нас YouTube. И там эти все. Как он приезжает. Все. У нас 9700 роликов только. Ну давайте. Там форум. Все указано. С Богом. Счастливо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вот смотрите, что на дверях написано. Идет видеозапись. Поэтому даже на улицу выйдите, у нас круглосуточь идет. Посмотрите сюда. В голову поверните. На стол посмотрите внимательно. Ваша машина стоит. Ну наша, да. Я вижу здесь, так бы раз спросил. Так что тут даже охраняем машину вашу. Понятно. Но я против своего появления в сети интернет. Нет, нет. Вы не можете удовлететь нам. Это мой материал. Я его выставляю где хочу. Нет, но это же нарушение моей жизни жизни. Нет, нет, нет. Это какие нарушения? Нарушений ни одного я не сделал. Я сижу дома и записываю, что есть. Как-то даже забудьте, что говорили. Это ваш начальник уголовного разыска приехал. А я не хочу снимать в кабинете у тебя. А здесь нет. Я закон знаю очень хорошо. Хорошо. Я бы МВД работал не где-то. В трогорежимом лагере. Прорабом. Ну понятно. Но все равно. Я как-то не делаю. Завтра ничего. Вы ничего плохого не сделали. Наоборот. Все уедут. Вот как работает тактичный человек. Приехал. Вы зайдете на наш видеоканал. И завтра будет стоять уже утром. Понятно. Ну все понял. Ладно. До свидания. До свидания. Плохого ничего нет у нас. Мы все ему показали. Все рассказали. Так. Я сейчас тут. Минутку. Ты иди посмотрю. Он там идет. Вон туда. И закрыл как надо. Какой молодец-то. У него машина стоит. Мы ему показали. Что у нас наружу наблюдение. Тут все законно. Нас задерживала полиция. Когда мы ехали по стране. Ну и нельзя. Нельзя. Я говорю. Нет. Тут можно. Как только когда двери полиции дошли. Тут нельзя. Тут нельзя. Мы сразу выключили. Мы все выставляем. Я сейчас же начну его обрабатывать и выставлять. Вот смотри. Сейчас он поедет. То есть работа уже началась. Это по прокуратуре. Еще ФСБ будет проверять. Потом по иммиграции. Миграция вот эти органы. И МВД края. И краевая администрация. То есть проверка будет со всех сторон. Что бы узаконить нахождение этого человека Романа Малыша. Романа Юрьевича. А он то думает его выгонять. Хотите не уеду. Глупости всякие. Ну распространять вот эту бяку всякую. Он уже не будет. Во-первых. Никуда не годится это. А потом это конфликтная ситуация будет. Вот он сейчас там приедет. Покажет. У начальника уголовного розыска. С мамой он там приезжал. А я не хочу. Не хочу сидеть дома. Что это значит. Хочу не хочу. У нас на улице везде висит. Идет съемка до интернета. Идет видеосъемка до интернета. Заходим только в притвор храма. Везде. В трапезной. Все везде мы сделали оповестили. Это не тайно. Не из под полы. Открыто. Как это так. Это мое право. Я права эти знаю. Какая статья Конституции. Все. Вот. У себя дома сижу. Я не имею права. Ну что смеяться то. Такая женщина проходит. Посмотрела. Их там не видно дальше. Вот она. Машина пошла. Хорошая машина у них. Все на этом. Надо благословить его Господь. Этого работника. И Романа. Пускай Господь благословит. И оставит его если угодно Богу. Ему тяжело. Тебе придется отвечать. Отвечать он обязан будет. Обязан просто будет. Это власть. Благодарю Володя. Все. Все. Сегодня. Все.